Утром первого, мы на месте. Тринанс за руководством, включили ряду, тускулы поезды. Изов принят, уезжаем. Очередное неподчинение водителя автомашины указанием полицейских закончилось аварией. В ходе дорожного рейда полицейские заметили ВАЗ-2199, водитель которой нарушил правила дорожного движения и попытались его остановить. Но молодой человек, сидевший за рулем, отказался подчиниться и попытался скрыться. Из Шимкента водитель доехал до поселка Тамерлановка, но там, не справившись с рулевым управлением, врезался в столб и был задержан стражами порядка. Он убегал от нас, но не справился с управлением и врезался вот здесь. Уехал из Шимкента, а задержали его в селе Тамерлан, Ленин-Ту. Я убегал, потому что у меня был перегар. Я боялся, что вы меня поймаете. Задержанного водителя полицейские доставили на суд медэкспертизу, которая подтвердила, что молодой человек управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Теперь его ожидают лишение прав сроком на три года и крупный денежный штраф. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 сентября в больницу скорой медицинской помощи врачи доставили 18-летнего парня с ножевым ранением. По словам свидетелей, удар ножом в сердце ему нанес кто-то из группы молодых людей в ходе драки. Врачи экстренно провели операцию, и сейчас жизнь пострадавшего вне опасности. 6 сентября в 00.40 к нам в больницу скорой медицинской помощи был доставлен 18-летний юноша. Удар был нанесен в левую часть грудной клетки. Нами было принято решение об экстренной операции. Она была проведена успешно, но состояние пациента остается крайне тяжелым. В 6 часов утра еще одно ДТП произошло на объездной трассе. Водитель автомашины Деу Нексия, двигавшийся на большой скорости, попал в траншею, вырытую посреди дороги. В результате этого ДТП водитель с травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас причина аварии и почему этот участок дороги не был отмечен предупреждающими знаками, выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции. Продолжение следует... Мы запринято. Выезжаем.